Дыхание Арктики сквозь летнее солнце мы уже почувствовали на уходящей неделе. Что дальше? Готова рассказать Елена Повернова в ее обзоре прогноза синоптиков на предстоящую неделю. Арктическое вторжение не позволило встретить июнь пляжными температурами, но постепенно воздух прогревается. В начале новой недели станет значительно теплее. Однако запас прочности тепла у июня невелик. Удержать температуру выше 20 градусов у погоды не получится дольше 4 дней подряд. В начале первой недели лета Липецкая область окажется на линию фронта. Наш регион накроет полоса дождей. Активные циклоны и его атмосферные фронты принесут порцию сильных осадков, угроз и даже града. Важно отметить, что дожди будут носить летний характер. Они будут короткими и теплыми, ведь температурный фон окажется чуть выше нормы. Высотные потоки будут с юго-запада и в центре европейской территории России начнет поступать более теплый воздух. В середине недели погода стабилизируется. На арену выйдет очередной скандинавский антициклон. Липецкая область окажется в зоне высокого атмосферного давления. Дожди сойдут на нет. Будет много солнца, но мало тепла. Северный ветер начнет вовлекать свежий воздух Арктики. Температура днем опять будет ниже 20-ти градусной отметки. С вероятностью 70% лета в этом году будет неоднородным по температуре и режиму осадков. Предположительно, что июнь будет соответствовать климатическому норме средних широт, то есть будет умеренно теплым. Июнь станет самым дождливым месяцем лета. Жара разгуляется в августе, а сентябрь порадует продолжением теплой летней погоды.